Привет, друзья! Сегодняшнее видео хочу посвятить проблеме, с которой приходилось столкнуться практически всем музыкантам, а именно проблеме перегорания пищалок в динамиках. Мастера электронных схем часто нам говорят, что пищалки горят из-за перегрузки, которая происходит при неправильной настройке эквалайзера, когда высокие частоты зашкаливают настолько, что катушки в пищалках перегреваются. Не в силах выдержать завышенного для них напряжения, они через некоторое время просто обугливаются и перегорают. Мне частенько приходилось видеть такие катушки, заменяя их на новые, которые снова через определенное время перегорали. Кроме того, что это накладно, это еще и очень неудобно, потому как пищалки, как правило, горят во время выступления. Я знал, что возможно защита для пищалок при помощи ламп накаливания. Но меня отговаривали тем, что необходимо точно знать характеристики ламп для каждого отдельно взятого динамика, а иначе толку будет мало и главное может ухудшиться звучание колонки. Это действительно так, существуют специальные таблицы для расчета и подбора ламп для различных динамиков, но лично я решил особо не заморачиваться на точных расчетах, так как ухудшение качества звучания, если и происходит, то лишь на предельных мощностях, что в случае живых выступлений не столь заметно. Намного важнее не спалить пищалки и не сорвать концерт, не так ли? Основной принцип действия ламповой защиты состоит в том, что на низкой громкости ток маленький и сопротивление лампы очень низкое. В этом случае лампа практически не оказывает влияния на работу пищалки, а значит и не ухудшает качество звучания. При увеличении громкости ток растет, спираль лампы начинает светиться, и, главное, резко возрастает сопротивление спирали. В результате происходит ограничение мощности, подаваемой на пищалку, то есть фактически происходит активная защита пищалки от перегорания. Я разобрал два вида восьмиомных колонок, одна из них была мощностью в 350 Вт РМС и имела для пищалки защитную лампу в 12 Вольт 21 Ватт, другая мощностью 500 Вт РМС с лампой 27 Вольт и 24 Ватт. Восьмиомная колонка, представляемая в данном видео, имеет мощность 340 Ватт. Интересующая нас пищалка имеет мощность 50 Ватт РМС. И использовал я для ее защиты обычную автомобильную лампу накаливания на 12 Вольт мощностью 21 Ватт. Кстати говоря, такие лампы я использовал и в другой паре колонок с мощностью пищалок в 40 Ватт. Хочу сразу отметить, что особенного ухудшения качества звучания я не заметил. Хотя этот вопрос в целом остается спорным для меня, и я спокойно отношусь к возможной критике со стороны людей, имеющих больше опыта в этом вопросе. Итак, покажу на практике все то, что я пытался объяснить выше. Для установки лампы я использовал вот такие патроны для автомобильных ламп, имеющие возможность привинчиваться. Патрон соединяем последовательно с пищалкой, перерезая один из проводов, идущих к ней. Вот эти два провода, которые идут к пищалке с кроссовера. Сразу отвечу на вопрос, который непременно у вас появится. Какой из двух проводов использовать? Плюсовой или минусовой? Ответ прост. Все равно какой. В данной колонке удобным местом для установки лампы я посчитал именно этот выступ, находящийся как раз позади кроссовера. Удобно это место еще и тем, что можно легко заменить перегоревшую лампу, просто отвинтив данную крышку. Конечно, более идеальным местом была бы ниша фазоинвертора динамика, где можно менять перегоревшую лампу в ту же минуту, прямо во время выступления, просунув туда руку снаружи. А не делать ради этого крайне нежелательную 20 минутную паузу, отвинчивая и привинчивая крышку. Обдумав такой случай, я решил использовать идею с концевым выключателем, который подсоединил параллельно лампе. Такой своеобразный лайфхак. То есть при работающей лампе, концевик разомкнут и лампа защищает нашу пищалку. А в случае перегорания лампы, мы просто замыкаем контакты и пищалка снова работает, но уже без защиты. Важно знать, в каком положении концевик разомкнут. Иначе, если его замкнуть при исправной лампе, то она будет неэффективна, поскольку ток, естественно, выберет путь меньшего сопротивления через концевик, а не спираль лампы. Для установки концевого выключателя я просверлил отверстие в свободном месте диаметром в 12 мм. Также хочу отметить, что лампу по возможности лучше устанавливать в верхней части колонки, подальше от низкочастотника, воздушно-звуковые удары которого убивают спираль раньше времени. Итак, лампа установлена, концевик разомкнут, а значит наша ламповая защита работает. Сейчас включим усилитель на перегрузку высоких частот и протестируем, как спираль лампы берет на себя часть напряжения, защищая пищалку. Мы видим, как при перегрузках спираль загорается, принимая на себя часть опасного для пищалки напряжения. Теперь представим, что лампа перегорела, выкрутив ее. Таким образом, цепь разомкнута и пищалка не работает. Мы замыкаем цепь экстренным способом при помощи концевика. Мы слышим, как снова заработала наша пищалка. Таким образом, мы можем продолжать выступление в щадящем режиме, уяснив, что у нас пищалки перегружаются. Вот, собственно, и все, с чем я хотел сегодня поделиться с вами. Если эта информация оказалась полезной для вас, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До встречи, друзья!